всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рай мы продолжаем играть в tower conquest так зайдем в магазинчик посмотрим что у нас там бесплатного есть бесплатным а бородавочник друзья мои бородавочник выпал так и конечно же идем на нашу тренировку чтобы забрать и так же обратно ее отправляем тренироваться так армия так а что у меня в армии подожди секундочку здесь друзья мои а у нас бот паук то прокачивается до фулл 5 звезд ого фига себе круто он выглядит на самом деле так у него по максималке а зачем я его тогда отправил тренироваться скажи мне на милость ой ну басрей ну что ты сделал надо было вначале посмотреть ладно ребят что сделано то сделано а сунь окон так 18 карточку нас и призрак репульсор так новый сезон это понятное дело ребят но награда высшего уровня это у нас жрица персонаж найден я возьму я возьму чё возьму-то булат будем против булата драться давай попробуем сейчас сразу же с тобой отправить этого ползуна и должна быть из ой нифига не из деревья да ты запарил булат не хочет ребят сдаваться эльф с копишкам шук-шук да для меня сейчас немножко диковато смотреть на таких персонажей еще не прокачаны ни шиша все хана ему конечно бед он еще там молнии активировал прикинь жучара эдакий так ну у нас ежедневное испытание ребят неужели этот прокач ну как его звать то баллиста ну баллиста мне не нужна у меня прокачана по полной программе пошли тогда обычно в бой так ребята у нас тут ого бородавочник воблер но тут понадобится нам щитобот вот эту команду я наверное возьму во первых будем сдерживать с тобой ползуна чтобы он тут не проскочил но тут еще бородавочник незабываем и о нем поэтому придется наверно взять еще и паладина прокачать возьмем паладина я так думал что бородавочник все таки появится тогда давай вызовем баллисту ну вот я понял что за границу мы обжигаем ну вот ну вот ну вот ну вот ну вот вот ну вот Ну что, 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 что ты там делаешь? Зачем ты выкинул моего щитобота, а, бордовщик? Зачем ты это делаешь? В любом случае, друзья мои, как мы видим, пришел ему кобздец. На изи. Но у нас впереди еще, по-моему, два этапа, так что давай смотреть. Два этапа. Ну, здесь тоже ничего страшного нету. Жаба с пушкой, жаба с молотом прибавляется в отряд вражеский. Если бы, например, по возможности... Ой! Фух! Чуть было, ребят, не продинамил вспышку-то. Так, нельзя чудить. Ну, понятно, сейчас уничтожен, да? Я тогда вызову еще всадника на журавле. На всякий случай. Сюда. Поговорим по душам. Паладина бы... Не, вот так вот лучше сделаем баллисту. Лучше, друзья, взять баллисту. Чтобы он издалека-то мог бомбить по ним. Ну, и на сладенькое, конечно же, можно попробовать произвать друидочку. Я так, пожалуй, и сделаю. Я вызвал друидку, хотя она уже, наверное, здесь и не понадобится. Ну, давай-давай-давай-давай, родная моя. Ставь там тотем. О, ускоряха. Ускоряха летит. Запарил, а? Фига себе, он даже мне друидку глушил. Борода вообще-то совсем приборзел, я смотрю. А ты думал, что будет по-другому как-то? Зря, зря ты так думал. Разобрали, друзья. Ну что, последний у нас тут поединок на территории захватчиков. Смотритель, да, значит? Со смотрителем мы шутить не будем. Мы, ребят, подготовимся тоже, как говорится. Так, Ронин, Рыцарь-маг. Я Рыцаря-мага вначале вызову. Она справится с этим хмырёнышем. Ох, тут ещё и Ронин подсобил. Как всегда, великолепен. Так, друзья, нам нужна будет ведьма. Желательно быстрее. Через отражение. Вот это сейчас было круто. Просто я через отражение уничтожила этого воблера несчастного. Вызывай ведьму. Ну, Ронин, давай-давай, наказывай. На нафиг. С полтыка. А вот и смотритель. Получи. Специально поджидал его. Ну, и вот такая у нас, ребята, сейчас будет армия тотального уничтожения. По-другому не назвать. Всё легко и просто. Ну что, забираем нашу награду. За территорию захватчиков. Квест завершён. Охотник за сокровищами. Так, друзья мои, у нас нефритовая долина, а потом у нас портал. 227-й будет. Круто. Конечно, круто. Подожди-ка. Да, заберём. Так, я легенды уничтожил бойцов нежити 50. Так, ну что, друзья мои. Территория подданных довольно лёгенькая территория, поэтому можно здесь взять... Ну как лёгенькая? Относительно лёгкая до тех пор, пока у них не пойдут грифоны, блин. Как только грифоны пойдут... Так, я ничего тут не попутал, нет? Не, нормально всё. О-о-о! Чего? Чего? Какая территория подданных? Твою налево, ребята, это не территория подданных. Это, блин, нефритовая долина. Ты чё, Рэй, попутал? Да всё, тут можно сдаваться, друзья. Тут пшшш. Вот это, да. Вот это я накосячил. Вот это я накосячил, друзья мои. Так, где у нас зомби? Поехали. Зомби тоже не дешёвый, стоит 200, блин. И подкату, по-моему, ребята, вон. Да ну нафиг! Пипец. Ты... Серьёзно? Да... Второй фейл, друзья мои. Чё это я не догоняю? В чём... В чём я тут не прав? Может быть, всё, я понял. Вот этот отряд у нас предназначен как раз... Для уничтожения Ронинов и тому подобное. Я не то делал. Не тот отряд изначально брал, друзья. Конечно. Хайкать будешь в другом месте. Так. И ниндзя. Конечно же, ребята, нам нужна будет наша ниндзя родная. Каркуша там захотела чего, ага. Вот и всё, друзья. Это же надо было, блин, два этих сфейлить. Два поединка. Ай, как было нелепо и глупо. Вот так вот, ребята. Вот что значит не играть с недельку-другую. Совсем забываешь, для чего и где команду ты уже подстраивал. Так, ну, по-моему, здесь сейчас пойдёт первым нефритовый. Ой, нефритовый, тыракоша. Да, тыракоша, конечно. И отсюда хайкать будешь где-нибудь в другом месте. Хайкает он мне. Ну, это-то да. Это тот ещё буржуй. Ха-ха, и всё, я остановился. Изи. И вот так будет теперь с каждым. Всё, они меня просто-напросто, ребята, разозлили. Удугнуть теперь их всех в дугу. Так, что у нас тут? Твою налево. Ну, тигр-то зачем тигр-то здесь, блин? А-а-а-а. Беда прям. Что мы будем делать против тигра? Ну, джиггерна он, понятно, выдержит. Ой, не спеша вышел. Тогда тебе ниндзю. В противовес. Так, нам понадобится что? Нам понадобится джиггернаут. И желательно бы, наверное, ножницы, ребят, накопить как можно быстрее. В клетку его поймаем пока. Тигра этого. А чё я парюсь-то, уже всё? Уже, ребята, им хана. Слушай, ну тут как-то быстро. Но опять же, ребята, тигр и ронин в одной пачке. Это плохо. Ещё и фуджен здесь. Так, а если я, например, возьму вот этот отряд? Фигня, да, получается? Фигня. А этот... Вуджен начнёт бомбить. И... Моя бфгшка тут рассыпется. Фигня. откуда его убрал и зачем я его убрал 10 кун догадки так ну что первым то мне пойдет что-то заколебал ронин все давай дунидушка помогай вот теперь я спокоен иди сюда хотели будешь другом месте всех поголовно ребят в разнос а еще и две баллисты и вообще красотища сейчас будет дуракош разбираем вот женов тоже разбираем так что все окей и стоило лишь только призвать ребята дуритку и сразу дела наши пошли в гору так ну что у нас там по моему до последний поединок и здесь бог ветра поэтому я наверно возьму все таки наш вот этот ответ но не знаю как пойдет и сейчас этот выбежит с истерикой придется нам вызывать зомби благо он не вышел с истерикой поэтому здесь можно мага рыцаря призвать так и по возможности конечно ведьму второй раз уроне на с истерикой посмотрите вот вот Вот-вот, и об этом я и хотел сказать Ладно, сейчас посмотрим Ронин не успел Воу-воу-воу Есть Да Друзья А как это сейчас так было? Ты видел, Ронин завалил какого-то чувачка И побежал дальше Как он это сделал? Он же, по идее, если он кого-то бьет с разбега, он останавливается Почему он потом? Почему он потом побежал? Я так и не понял Ладно Так, давай забрать награды Черепаха Кто-то мне говорил, Рэй, зря ты недооцениваешь эту черепаху Ребят, ну что значит недооцениваю? Ее просто у меня нет в отряде и все Так, жаба с пушкой Пряничный домик И лорд пустоты Ребята, 227-й телепорт Значит так, территория нежити Долина подданных Фабрика роботов Территория захватчиков И долина подданных Две долины подданных? Серьезно? Опа-на Некробустер Шучу, ребят Шучу Некро здесь у нас Некробустер, блин Зверь, что же Значит так Это карга еще та Друзья мои Карга Поэтому Здесь баллиста Нужен будет Обязательно Обязательно Баллисту Иначе сейчас просто тут Такой трэш начнется Колобковый Я легенда Квест завершен Так И вызовем Наверное еще Всадника На журавле Так Ну что Зомби свои получили Карга Сейчас тоже старая Получится Ну и все Ой-ой-ой-ой Прикинь Баллист Вовремя успел Среагировать Три колобка Поскакала на него Ну давай Пробиваем уже Этот замок Есть Все идет По план Друзья мои Так Ну а мы Квест завершили Вот Наши пять Родных Самоцветика Ну что же Двигаемся дальше Второй этап Здесь Я не буду Ничего менять Ребята Чумнуха Против чумнухи У нас кто? Ну паладин Баллист Кто еще может у нас? А Ну еще может Садик на журавле Кстати у нас тут Довольно универсальная команда Которая бьет наземные цели И воздушные Практически Вот эти три юнита Они топ Успел? Так Надо палыча вызывать Ой Палыча Блин Фитобота Есть За ту Чумнуху На один удар Ребята Уничтожает Палыча Золбик Верху Жопой Полетел Ай Споткнулся И улетел Давай уничтожать Блин Я думал Что мы С помощью Скоряшки Вырубим Замок Не вышло Ладно Он просто Оттягивает Свои Поражения Все Ребят По красоте Так И мы Переходим На Третий Этап Где Ждет Нас Блин У нас тут Кончилась Энергия В принципе Вот этот Отряд Блин Некра Понимаешь Что Блин Если конечно Молотильщик Не будет Выпускать Свою пилу Будет плохо А если Будет Ой Ой Так Сюда Надо Молотильщик Выпускать Пускай Он его Пилит Вон Она Что Давай Тогда Так Сделаем Наверное Да Блин Вы Только Не подходите Пожалуйста Близко Друг Друг А Она Вызывает Колобков Колобки По-моему Там Ребята Дохнут А Нет Ну Да Дохнут Да Всех Как говорится Нахрапом Уничтожили Слушай Ну Служитель Тьмы Некра Уничтожает Вообще Почти Наизе Ребят Да Да Служитель Тьмы Конечно Красавчик Просто Красавчик Дорогой Конечно Юнит Но Он Свою Работу Выполняет Честно Перекачка ХП Это то Что Нужно Так Ладно Друзья Мы Готовимся К очередной Битве Ай Призраки Это Плохо Ну Ка Давай Попробуем Кто Сильнее Конечно Служитель Тьмы Ребят Сильнее Будет И В то же Ремен Слабее Ребят Служитель Тьмы Против Призраков Чего Мне Сейчас Показалось Или Служитель Тьмы Убил Призрака Наверное Это какое-то Совпадение Было Летел Призрак Служитель Тьмы Хобана Навел И он Погиб Ну Правда Я не видел Чтобы он Это Перекачкой Занялся Наверное Кто-то Другой Подбил А кто Может Другой Подбить Не знаю Так Друзья Ну что Здесь У нас Жнец Возьмем Опять же Наш Топовый Отрядик От Меня Кстати Ждут Игры Определенными Расами Возможно Если Мы Не забудем В следующий Раз Мы Сделаем С тобой Ну То есть Подданными Чисто Например Или Чисто Нефритовой Долиной Играть Ну Ты понял Да О чем Речь Так Я наверное Звучу Мнуху Здесь Так Ронин Выручай Выручил Блин Называется Ронин Выручил Что Там Ведьма Ой Ведьма Зомби Пожертвовал С собой Да Грубо говоря Бесявый Бесявый Ребят Вот эти Колобки Что происходит То Давай Пора Выходи Тебе Роднулька Сейчас Зомби Еще взорвется Нет Я думал Сейчас Подойдет Под Чумбуху И взорвется Там Под ней Вот он Родной Я тебя Ждал Вышел Разочек Махнул Косой И все И тут Ему Каюк Пришел Ребят И замку Ему Тоже Каюк Вот Как-то Так Ну что Забираем Наши Награды Честно Заработанный И здесь У нас Выпадает По-моему Вопрос был Какой-то От подписчика Он спрашивал Кто сильнее Жнец Или По-моему Богиня Солнца По-моему Так стоял Вопрос Ну Друзья мои Я вам скажу Следующее Все зависит От того Кто у тебя В отряде Старик Вот этот Старый воин Он очень хорошо Помогает Когда у тебя Не очень сильный Отряд И очень много Дальников Потому что Он идет Как танк Он начинает Бомбить Станет Противника И соответственно Твои дальники Там маги Лучники Там я не знаю Начинает Атаковать Богиня же Солнца Она наоборот Когда много Танков То есть Когда она Сзади Чем-то Прикрыта То есть Она На передний Фланг Не идет В переднем Фланге У нас Всегда танки А она Сзади Испепеляет Врагов В тот момент Когда Наши танки Дерутся С врагами Надеюсь Понятно Да В чем разница И кто лучше Тут все зависит От Индивидуальности Команды Друзья Тут нет Плохих Или хороших Боссов Они все Нормальные Только Но единственное Что вот Ядерный Робот Не знаю Ребята Я не могу Его отнести К Классу Хороших Классу Плохих Он такой Нейтральный Не знаю Зачем Они его В игру Воткнули Лучше В каком Я не знаю Другого Босса Вот термин 9000 Это Да Это Босс Остальное Все Так Все Так Ну что Ребята У нас тут Паладин Плюс Грифон Нифига Себе Трядик Паладин Плюс Грифон И что Мне Прекажете Делать У меня А вот Здесь Есть Энергия Одна Ладно Ну Ниндзя Ниндзя По моему Ребят Проигрывает Грифон В разы Так что Если мы С тобой Вызовем Например Чиггернаут А сейчас Это Будет Неплохой Подспорье Почему Потому что Ребята Грифон Он Встает Перед Противником Он Не Пролетает Дальше Как Многие Делают Вот И В этот Момент Как Видишь Ниндзя Будет Использовать Свой Шанс Для Того Чтобы Уничтожить Противника Все Ну Готово Грифон Он Не Проходящий Это Вот Как И Чумнуха Она Летит Увидела Какого То Врага Она Встает И Начинает Бобить И За этот Момент Тебе Нужно Успеть Кого-то Вызвать Кто Б Подбил Его Или Е Ну Ты Понял Так Опять То же Самое Только Здесь Еще И Жрица Добавляется Бф Ну Давай Попробуем Давай Попробуем Ё-моё На улице Дождина Такой Идет Уже Третий День Ребята Так Ну Что Если Он Начнет С грифона Он Скорее Все Начнет Именно С него Я Не знаю Служители Тьмы Дистанция Хорошая Или Плохая Слушаю Он успевает Друзья Мои Служитель Тьмы Успевает Забомбить И это Очень круто Кстати То есть Против Грифона У нас Уже Есть Так Скажем Защитка Да О БФГ Это Что Такое Сейчас Было Это Что За Несчастный Урон Правильно Он Сейчас Сделал Он Уничтожил Жрицу В первую Часть А Уже Потом Мы Уничтожили Павдина Все Правильно Сработало Да Нет Тут Им не выжить Конечно Такой Прессинг Такой Прессинг Был Что Мама Не горюй Порежь Колбаски Ну А мы Продвигаемся Дальше И у нас Третий Этап Третий Этап Ребята Я буду Опять же Использовать Этот Отряд Здесь У них Прибавляется Фехтовальщик Фехтовальщик Слушай Я вот не помню А кто сильнее Фехтовальщик Или молотилечек Что-то неохота Мне проверять Давай Наверное Вызовем Голема И прикроемся Фехтовальщиком Потому что Фехтовальщик Ребята Когда он Впадает в ярость Он начинает Сейчас проверим Ух Ну ты все Сам видел Ты все Видел сам Фехтовальщик Просто Моментально Пощикал А что это Он замер Ты видел Просто глюканул Чувак Вообще Без разговоров Ребята Уничтожает То есть Получается Он сильнее В разы Нашего молотильщика Так Корни Выпустим Сюда На всех Суть Чтоб Здесь Никто Не выходил Да Как-то Так Ну ребята У нас Предпоследний Этап Нам правда Играть Практически Некем Вот здесь Остался Ё-моё Маг Маг Плюс Жрица Здесь Кстати Можно было бы Вместо Фехтовальщика Взять Прыгуна По идее Да Так Вышел Палыч Против Палыча Поджеггер Блин А он Видишь Как Он Видишь Как Он Жрицу Отправил Сзади Который Будет Его Отхиливать По полной Программе Тогда Мы Сделаем Вот Так Вот Сейчас Маг Всыпем Не Всыпали Бам Все 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 Хорош Завязывай Пацан Вот Паладин Какой Смотри Три удара Жрица Выдержал Точнее На третьем Ударе Он Сфейлил Ну что Ребят Последний Да У нас Последний Тап Последний Тап И у нас Последняя Энергия Как раз Здесь у нас Кто Епископ Да Епископ Ну что же Пора ему Ребята Показать Своё место Как Говорится Выйдет Из собора Туда же И Зайдёт Но Здесь Вот Фехтоварчик Ребята Хорошо Проигрывает По сравнению С магом Воином Вот Видишь Видишь Как Эх Паладин Опять Не надел Носки Свои Еле-еле Вышел Там Все-таки Задел Да Да Все Тут Уже Уже И так Было Ясно Никого Не стал Почему-то Он Вызывать Ну Видимо Смирился С Проигрышем А Вот Ребята И Сундук Подданных Вот Эльфы Это Хорошо Эльфы Это По-моему Единственное У меня Не прокачан За Расу Людей Так Есть У нас Вот Вот Ребятушки Еще Отрядик Накопил Энергию Пора Должаем Так Территория Роботов Кто Тут Против Меня Пойдет Щитобот А я Тогда Вызову Наверное Блин Не очень Хороший Конечно Вариант Давай Так Сделаем Иди Сюда Да Елузились Супостат Несчастные Две БФГ Он вызвал Себе Ага Не Они Конечно Блин Они Бесевы Тем Что Ребята Отскакивают Он Ударил И Отскочил Ударил Отскочил Вымораживает Все Поплатились За свою Дерзость Просто Поплатились Ну и Что у нас Там Получается Давай Посмотрим Может быть Еще Еще Где Нибудь У нас Энергия Нет Нет Ребята Больше Нигде К сожалению Ну что Ж Друзья Тогда На этой Ноте Мы Сегодня Заканчиваем Всем большое спасибо за просмотр И до новых скорых Видосиков